всем привет сегодня поговорим про ванные комнаты это самый частый запрос все вместить в небольшого размера ванную комнату как это у нас получится и что вам с этим делать давайте смотреть поехали ванная комната необходимое помещение в нашей квартире ну или доме без нее никак не обойтись и к сожалению современные реалии таковы что эти пространства очень небольшого размера ну так уж повелось что застройщик уделяет им очень незначительное внимание делает 4 квадратных метра 3 квадратных метра но в лучшем случае 6 а этого не хватает как правило потому что мы с вами мечтаем о большой просторной и красивой ванной вот например как это которая сейчас появилась на вашем голубом экране вот мы на это смотрим и думаем ах как прекрасно у меня будет также хотя на самом деле у вас вот так вот скорее всего потому что комната маленькая ничего не влазит а нужно поставить ванну раковину стиральную машину и унитаз как уместить эти четыре предмета непонятно вот сегодня об этом и поговорим и все-таки хочется красиво что делать когда комната маленького размера сегодня я покажу вам разные примеры поделюсь своим опытом и возможно возможно это поможет вам сделать вашу ванную комнату гораздо красивее и удобнее чем она есть сейчас для этого вам нужно досмотреть ролик до конца поставить лайк и обязательно подписаться почему так происходит потому что застройщик всегда экономит место за счет чего за счет прихожих и ванных комнат здесь пример планировки это однокомнатная квартира и что характерно здесь вы можете увидеть раковину очень маленького размера неважно какой площади ваша квартира на любой планировке от любого застройщика вы обнаружите раковину именно такого размера не знаю почему они рисуют именно такие раковины видимо у проектировщиков где-то в шаблонах заложена вот такая конфигурация а возможно это экономия места ну вроде бы раковина же есть никто же не думает какого она размера а этот размер очень маленький который указан на плане для ориентира я вам дам подсказку унитаз по ширине примерно 40 сантиметров представили да теперь сравниваем ширину раковины с шириной унитаза и вы обнаружите что этот размер одинаков это значит что раковина которую предлагает застройщик по ширине 40 сантиметров теперь представьте эту ширину 40 сантиметров это вот столько как вы в ней умываетесь и нетрудно догадаться что это неудобно а тем более некуда поставить зубную пасту щетки мыло и все остальные принадлежности которые вы так любите расставлять на бортике раковины при всех моих опросов заказчиков с которыми я работал все говорят о том что нам нужны большие плоскости широкие края именно у раковины потому что мы любим все поставить расставить еще и красоту какую-то навести вопрос как это сделать в текущей ситуации которую предлагает нам застройщик и вы знаете с каждым разом я не перестаю удивляться какой бы крутости не был объект и жилой комплекс всегда одни и те же раковины уже хочется сказать как гендальф фильме ты не пройдешь так вот посохом потрясать что нет хватит хватит вот этих вот убогих раковин и маленьких ванных комнат но нет как-то они пролазят и умудряются выпускать в жизнь вот вот эту вот убогость но ладно много я уже говорю об этих проблемах что делать то с этим друзья что делать сейчас я вам покажу несколько вариантов которые мне кажутся в принципе неплохими а вы дорогие друзья напишите в комментариях как вы выходите из ситуации и экономите пространство где находите места хранения как компонуйте приборы и возможно ваши решения будут тоже интересными и я тогда об этом обязательно расскажу ну а я начинаю рассказывать о тех приемах которые могут помочь впихнуть так сказать все приборы необходимые ваши маленькие ванной комнаты и так первый прием как мы можем сэкономить место в ванной комнате небольшого размера это совмещение функций и вот сейчас на вашем экране вы видите яркий пример того как можно совместить унитаз и раковину инженерная мысль дошла до того что предложила нам совмещение этих двух функций бах и раковина оказывается прямо в бачке унитаза и здесь вы видите как девушка подходит и пытается помыть руки проблема в том что размер все еще остается маленьким раковины я имею ввиду ну и вообще мне кажется чисто психологически как-то мыть руки унитазе ну не знаю надо привыкнуть к этой мысли напишите в комментариях что вы думаете по этому поводу дорогие друзья но место экономит однозначно если эта проблема очень остро стоит то почему бы не подумать о таком решении но вы не подумайте это не единственная модель которая может быть и если она вам по дизайну не нравится или например размера раковины не устраивает то вуаля есть и другие такие сантехнические приборы как например вот этот и тоже здесь посмотрите дизайнер постарался совместил два прибора раковину и унитаз раковина уже большего размера ну и сама эта конструкция уже гораздо больше чем первый экземпляр правда стоит космически дорого поэтому вряд ли кто-то из наших заказчиков и вы дорогие зрители согласитесь приобрести этот прибор можете сами погуглить и узнать стоимость опять же если денег недостаточно то мы можем обратиться к какому-нибудь алиэкспресс алибабе и найти китайский пример точно такого же совмещения вот как сейчас на ваших экранах очень сомнительный по дизайну но зато очень приятный по деньгам все эти примеры мне напоминает туалетную комнату в самолете где место очень ограничено все одно в другое перетекает все буквально на одном квадратном метре зато уместилось абсолютно все идем дальше я думал что это предел инженерной мысли но нет оказывается существуют душевые кабины в которых не только можно принять душ но и помыть руки в умывальнике а также сходить в туалет потому что там есть встроенный унитаз и вот эта вся конструкция которую вы сейчас видите занимает площадь метр на метр двадцать дорогие друзья и соответственно если у вас недостаток места вы можете совершенно спокойно и законно поставить вот эту вот штуковину ни разу не видел ни в одном интерьере на нашем постсоветском пространстве чтобы кто-то применял такие штуковины если вы где-то видели или сами использовали то дайте обратную связь напишите в комментариях как вам пользоваться такой конструкцией потому что я часто слышу в комментариях под своими роликами иван как можно как возможно и вообще как ты до этого додумался совместить душевую с туалетом а надо сказать что я это делаю довольно таки часто именно из-за экономии пространства показываю пример давайте это будет пример номер три как сэкономить пространство и вот здесь вот мне кажется это сделано гораздо изящнее нежели вот это вот отдельно стоящая кабина это пример нашего интерьера где мы совмещали туалет с душевой и которые непременно в каждом ролике получает кучу критики но ведь смотрите это ведь продуманная история то есть вот ей же даже целые кабины в которых совмещено аж три функции и туалет и душевая и раковина значит это рабочая история раз такая штука выпускается значит это востребовано на рынке но возможно на китайском возможно на европейском это кабина конкретно китайская и я так подозреваю что там тоже проблемы с пространством квартиры покупают небольшого размера потому что есть проблема земли до четвертый пример это совмещение стиральной машины вместе с раковиной все банально просто продаются плоские раковины специально для того чтобы поместить ее над стиральной машины я такие решения видел и не раз и в живую и в салонах и у клиентов напишите есть у вас такой или нет и как вам пользоваться это как мне кажется частично решает проблему то есть совместить то мы совместили но вот есть ли в этом удобство объясню что имеется в виду во первых раковина которая сверху над стиральной машины вынуждена делается плоской а это значит когда вода льется из крана в эту раковину то разбрызгивается подойти к такой раковине не очень комфортно потому что стиральная машина вместе со своим барабаном выпирает вперед и вы коленками упираетесь в этот самый барабан под раковиной нету выдвижных ящиков соответственно куда расположить все то полезно чем вы пользуетесь в ванной ну например фен например бритвы и она для бритья но и так далее много же всего сами знаете потом непонятно куда поставить корзину для грязного белья куда поставить химию и этот список можно продолжать соответственно совмещение получилось а удобство не добавилось но это как по мне что вы напишите я не знаю призываю вас написать и поделиться своим мнением на этот счет а вот как пример совмещения мне нравится другая история это в ванной раковина который спроектированы дизайнерами специально таким образом чтобы они друг с другом совместились получается что раковина как бы наезжает сверху на ванную эта модель называется авокадо она специально разработана для маленьких пространств мне она кажется гораздо более интересной эстетичной и удобной нежели раковина со стиральной машиной в этом варианте у раковины очень большая площадка для того чтобы расположить все что угодно и можно пользоваться также лежа в ванной то есть туда поставить и шампунь и кондиционер и гель ну и все что угодно такие ванны бывают двух размеров метр шестьдесят и метр пятьдесят выбирайте ту которая больше вам подходит в интерьер и используйте экономьте пространство на сайте производителя есть все размеры есть в ванной левые правые как и раковины подбирайте то что вам подходит и используйте у себя в вашей небольшой комнате вот так вот это выглядит когда человек моется в ванной мне кажется что вполне удобно и вот это вот совмещение имеет право на жизнь напишите сделали бы вы так или нет если кому-то не нравится округлые формы у этого же производителя есть прямые строгие я бы сказал таки более мужские варианты более мужские варианты дизайна кстати называется эта серия be happy 2 точно также на сайте есть все размеры чтобы вы могли прикинуть подходит это вам или нет поэтому заходите пользуйтесь выбирайте мне кажется очень симпатично теперь если вернуться к той ванной в которую не влазят все четыре предмета а именно ванна раковина унитаз и стиральная машина в таком раскладе приходится унитаз убирать соседние помещения то мне кажется что используя такую ванну и раковину как вот эти вот ровак можно уже более красиво сделать ванну более компактно поставить сюда унитаз а стиральную машину перенести из ванной в ту комнату где раньше был унитаз и называлась это туалетной комнатой и сделать из нее постирочную и там уже корзину с бельем химию многочисленную которая у вас дома имеется а также уборочный инвентарь швабры тазы ведра да все что угодно пылесосы даже войдут в эту комнату я считаю это очень важно чтобы это все стояло отдельно хранилась отдельно и не портила внешний вид в ванной комнате ванная комната должна быть красивой чтобы сделать ее красивой нужно продумать хранение и все эргономично расположить но если этот вариант вас не устраивает можно применить в ванны маленького размера как на этой картинке это в ванная в длину всего лишь метр двадцать вот так в ней располагается человек то есть это сидячее положение в обыкновенной ванной мы лежим или полу лежим а в маленькой конечно больше сидим но это не значит что мы не можем принимать ванну если вам не нравятся прямые формы то такого же размера есть угловые ванны с округлыми краями как на этой картинке и даже небольшие ванны есть отдельно стоящие в которую можно по ступенечке залезть и сидя наслаждаться принимая теплые ванны единственное отличие этих маленьких ванн от привычных больших заключается в том что они выше это сделано для того чтобы сидя в ванной вода все-таки нам поднималась до груди а если будет обыкновенный размер то уровень воды будет находиться гораздо ниже это отдельно стоящая ванна мне напомнила японские бочки японцы надо сказать на протяжении многих веков мылись именно так залазили в деревянные бочки сидели наслаждались отмокали но в общем как-то там кайфовали а чем мы хуже японцев я считаю ничем поэтому вот она пожалуйста отберите моделей очень много выбирайте на свой вкус и делайте свои маленькие интерьеры ванных комнат красивыми удобными и гармоничными но а в завершении хочется сказать что ванная комната должна быть точно такой же полноценной жилой комнатой как и все остальные потому что эта комната должна радовать вас в ней вы должны расслабляться кайфовать и набираться сил для нового трудового дня поэтому лучше делать перепланировку искать возможности чтобы ванную комнату увеличить возможно подвинуть перегородку за счет коридора и таким образом сделать ее гораздо красивее если это в частном доме то я бы сразу же делал окно в стене обязательно запускайте свет ванной комнаты потому что солнечный свет ничто не заменит ведь это витамин d как говорят нам врачи ну и конечно же это свет простор это вид из окна это совсем другие ощущения на этом все ставьте лайк подписывайтесь на канал жмите на колокольчик всем пока да пребудет с вами муза и красивые ванной комнаты и